Привет всем! Мне довольно часто попадаются на глаза тексты, посты людей, которые в Японии пострадали в ДТП или в каком-то конфликте. И пишут, что мол, да не пойду я в полицию. Что там? Кто-то мне поможет, кто меня там выслушает. Еще и добавляю, я же иностранец. На мой взгляд, это очень неправильная позиция. Я считаю, что вы сначала сходите в полицию, а потом уже заявляете, что вам не помогли. И хочу рассказать свою собственную историю. Я выступала даже в качестве виноватой стороны, не пострадавшей. И, тем не менее, ко мне отнеслись очень хорошо. И более того, так получилось, что я за содеянное не ответила. Хотя я была полна решимости за него ответить. Считала себя по-настоящему виноватой. Ну, давайте по порядку. История была такая. Однажды я забрала дочку из садика. Мы ехали на велосипеде, ехали по узенькой улочке. Надо сказать, что в Японии на таких улочках тротуаров просто не предполагается. То есть все ходят по одной вот этой асфальтированной полосе. И вот мы едем по обочине, чтобы ни на кого не наткнуться. И тут откуда-то, то ли из дома, то ли еще откуда-то, на дорогу выруливает мужчина. Он вруливает очень резко, пешеход, соответственно. И мы с Евкой тормозим. Но при этом я не успеваю затормозить достаточно быстро. И хотя мужика мы не сбиваем, но я наютшаю ему на ногу. И по его лицу мужик сделал так. Я понимаю, что кажется, я ему очень сильно наехала на ногу. Я слезаю с велосипеда. Мы вдвоем с Евкой на два голоса начинаем интересоваться, что случилось, что случилось. Мужик говорит, да, старая травма. Я понимаю, что он очень сильно поддатый. И алкоголь на самом деле притупляет ощущения. И хотя он отвечает, что с ним все в порядке, я начинаю уговаривать его идти в больницу. Ну, чтобы проверить, что с ним действительно. То есть, если это старая травма, то мы запросто могли ее усугубить или что. Но мужчина отвечает, нет, я никуда не пойду, у меня сейчас не до этого. Все, успокойтесь. Я предлагаю ему тогда хотя бы сходить в полицейское управление, которое буквально за углом. Говорю, вот у нас за углом тут полицейское управление, давайте пойдем туда. Хотя бы зарегистрируем произошедший дорожный инцидент, чтобы потом, в случае чего, вы могли претендовать на компенсацию. Мужик заявляет, что в полицию он тоже не пойдет. Все нормально. В общем, я его так некоторое время уговариваю. Потом мне уже начинает надоедать, потому что я на самом деле не люблю общаться с пьяными. И вот мы так перепираемся, перепираемся, и заканчивается все тем, что я просто даю ему свою визитку. Я говорю, ну в общем, смотри, если ты пройдешь пару метров и поймешь, что с ногой у тебя плохо, просто позвони мне по этому телефону, и мы тут же пойдем в полицию, в больницу, и все будет хорошо. На этом мы сходимся, мужик уходит. Мы возвращаемся домой, дома я записываю адрес, где все произошло, записываю время, обстоятельства происшедшего, и начинаю ждать звонка. Звонка от мужика я не дождалась вообще. Зато дня так через 3-4, если не ошибаюсь, я дождалась звонка уже из полиции, из того самого участка, в который я предложила ему сходить. Мне сказали, что здесь сидит мужчина и говорит, что вы на него наехали. Я сразу поняла, что это за мужчина, и пошла в полицейский участок. А надо сказать, что я живу прямо за этим полицейским участком, и в лицо они меня знают. Тогда они меня, наверное, по имени не знали, но в лицо знали очень хорошо. Особенно, конечно, они знают Евку, потому что она с ними всегда здоровается. Пару раз даже к ним заходила. Ну и вот я прихожу, там сидят несколько полицейских, сидит этот мужик, на этот раз абсолютно трезвый, и все поворачиваются, смотрят на меня, и я сразу понимаю, что что-то не в порядке, потому что смотрят на меня так как-то очень удивленно все. Я сажусь, у меня начинают брать показания, и полицейская, которая у меня берет показания, время от времени очень изумленно, я бы даже сказала, укоризненно поглядывает на потерпевшего. Я тогда на тот момент не понимала, что случилось, мне рассказали потом. Оказалось, что его версия происшедшего очень сильно отличалась от моей. Начнем с того, что он меня описал как высокую длинноволосую блондинку примерно 20 лет. То есть он не попал вообще практически никуда, кроме того, что я блондинка и иностранная. В общем, еще он не запомнил Евку. Я не представляю, как можно было не запомнить Евку, потому что она постоянно сидела на переднем сидении, постоянно у него спрашивала, типа, с вами все нормально, с вами все нормально, дедушка, с тобой все нормально. Ну, в общем, он ее тоже не запомнил. Еще он сказал, что я его таки сбила. Он упал на спину и ударился головой. При этом, понятное дело, никаких травм он предъявить не мог. А про ногу он не сказал вообще. Хотя он хромал, и можно было предположить, что он пришел именно из-за того, что у него плохо с ногой. Еще он не мог вспомнить, когда и где примерно это все произошло. Дал такие очень приблизительные данные. Я принесла с собой блокнотик, соответственно, все показала, все рассказала. И самое интересное, он не мог объяснить, как к нему попала моя визитка, в которой, собственно, они звонили. То есть, по его мнению, я его сбила и практически уехала, даже не извинившись. Но как тогда у него появилась эта визитка? Никакого объяснения. И, понятное дело, я объяснила, как появилась визитка, и моя версия вызвала как-то сразу больше доверия. Потом было хуже. Мы пошли на место происшествия, вызвали дорожную полицию. И вот уже дорожный полицейский все пытался у пострадавшего выяснить, что же все-таки произошло. То есть, как, где вы стояли там, где это все произошло, откуда вы вышли. Но тот только говорил, да не помню. Как-то так вот. И дорожный полицейский постоянно был вынужден спрашивать эту информацию у меня. Потом он, соответственно, интересовался у пострадавшего. Так все было. То есть, я говорю, наверное. И в какой-то момент, видимо, это стало очень сильно следователя раздражать. Он спросил, да как же так получается, гражданин, что вы ничего не помните. Тут, спокойно пожав плечами, сказал, да просто бухой был. И тут у вот этого следователя случилось такое бомболео, которого я, честно говоря, не ожидала от человека при исполнении. Он начал орать на потерпевшего. Что, может, что вы мне тут вообще мозги пудрите? Если вы ничего не помните, что вы вообще пришли? Через 3-4 дня, как такое вообще можно? Ну, в общем, он орал. Потерпевший стал в ответ орать на него. Мы с этой полицейской, которая брала у меня показания, стояли рядом и просто не знали, что делать. То есть, так делали вид, что нас тут нет. И она передо мной постоянно извинялась. В общем, какое-то время это продолжалось. Потом потерпевший, наконец, видимо, понял, во что он вляпался. Вернее, во что он себя вляпал. Стал извиняться перед следователем, извинялся передо мной, купил мне кофе. И вот, когда мы стояли, попивали кофе, я все-таки поинтересовалась у следователя, что мы теперь, собственно, будем делать. Я-то готова ответить, но потерпевший ничего не помнит. И следователь сказала, ничего мы не будем делать. Потому что это очень подозрительно, что он с вами тогда в полицию не пошел и в больницу. Может, он, скорее всего, даже, говорит, он какой-то мошенник. Хочет вас развести на бабки. И, в общем, ему будет запрещено к вам приближаться. Если он вдруг к вам полезет тоже, сообщайте в полицию. Ну, дальше он меня, ну, вернее, полицейская меня отвела в участок. А следователь еще остался с потерпевшим. Что-то выясняю. И, на самом деле, я не думаю, что он был мошенником. Честно, я... Да, действительно, есть такая схема, когда подстраивают дорожное происшествие, потом, ой, ты мне кости переломал, там, часы дорогие разбил, теперь плати. Но, на самом деле, во-первых, он бы, наверное, лучше подготовился. Ну, по крайней мере, не шел бы на дело абсолютно пьяным. Во-вторых, непонятно, чего он пошел в полицию, а не ко мне. Я думаю, что просто он действительно не хотел со мной тогда идти в полицию. Опять же, он был очень пьяный. Хотел, наверное, домой отдохнуть. А потом, когда понял, что ситуация с ногой как бы лучше не становится, решил пойти. Зачем он преувеличил травмы? Я думаю, считал, что так будет жальче, так будет лучше. Может, действительно хотел побольше компенсацию срубить. Но это ему не помогло. Сразу предупреждая вопросы, жалко ли мне пострадавшего, да, мне его жалко. И если бы я могла, я бы, конечно, оплатила лечение и все. Но проблема заключается в том, что он лишил меня возможности это сделать, потому что у меня даже не осталось его контактов. Если бы он пошел со мной сразу, этого бы не было. И в данный момент я, все, что я могу, в общем-то, сделать разумного, доброго, вечного, это вывести мораль. А мораль такова. Если с вами что-то произошло, если вас сбили и сбили, что... Не важно, как вам больно, тяжело, лениво, сразу идите в больницу, фиксировать травмы, ну и заодно проверить, потому что все может быть хуже, чем вы думаете. И в полицию. Сразу. Просто. Пусть они уже дальше там разбираются. Это во-первых. Во-вторых, четкие показания. Что, где, когда. То есть чем лучше вы все запишите, чем вы лучше все объясните, тем лучше для вас, чем больше вам доверия. Если по каким-то причинам вы не можете сразу дать показания, запишите их где-нибудь. Четко. Что конкретно произошло, чем вас ударил, как вы упали, где это произошло, когда это произошло, точное время. Все запишите. Ну и, наконец, конечно, казалось бы, такое всем понятная вещь, но не надо врать и преувеличивать. Даже если вам кажется, что так будет жальче, так будет лучше. Не надо. Потому что вам же потом это придется доказывать. Полиция нужна не для того, чтобы вас пожалеть и комфортить. Ведь полиция нужна для того, чтобы свершилось правосудие. И поэтому они будут проверять, в том числе, и ваши слова. Это абсолютно нормально. Ничего здесь странного нет. И как бы виноватый, даже в том случае, если виноватый готов ответить за содеянное, обычно он все-таки не готов, он может не ответить. По вашей вине. Так что не снимайте, не снимайте себя ответственность за свершение правосудия. Удачи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...